Кабардино-Балкария В эфире радиожурнал «Зори Кавказа». Мы собираем всех вместе. Кабардино-Балкария В эфире радиожурнал «Зори Кавказа» Кабардино-Балкария Встают над Кавказом лучистые зори И жизнь расцветает, как солнечный мал И песню о дружбе от моря до моря Поет наш орлинный ликующий край И от края до края Людям счастье дарят Дружбы алые зори Над крепками горят Дружбы алые зори Над крепками горят Радиожурнал «Зори Кавказа» Программа подготовлена при участии всех филиалов Всероссийской государственной телерадиокомпании в Северокавказском федеральном округе Значимым событием уходящей недели в медиасфере России стал фестиваль «Восхождение» Он посвящен развитию туризма в регионах России, сохранению их этнического историко-культурного и природного наследия Фестиваль прошел при поддержке Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа и главы Республики Северная Осетия Алания Организаторы ВГТРК и фонд по сети «Кавказ», генеральный партнер, акционерное общество, курорты Северного Кавказа История фестиваля, идея которого зародилась на Кавказе, нашла отклик во всех регионах России Получивший развитие от регионального форума журналистов до медиафестиваля федерального значения «Восхождение по праву» стал авторитетной профессиональной площадкой всероссийского масштаба Сказал в своем приветствии участникам фестиваля министр России по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов Фестиваль «Восхождение» занял свою нишу среди фестивалей и форумов ВГТРК А в этом году, благодаря поддержке федеральных органов власти, вышел на новый уровень Мы благодарны Министерству Российской Федерации по делам Северного Кавказа, руководству Республики, фонду по сети «Кавказ», компании «Курорты Северного Кавказа» За поддержку фестиваля и помощь в его организации Сказано в приветствии генерального директора ВГТРК Олега Добродеева Директор филиала ВГТРК ГТРК Алания, председатель Союза журналистов Республики Северной Осетии Алания Тимур Кусов Поблагодарил ВГТРК в лице генерального директора Олега Добродеева и его заместителя Рифата Сабитова За возможность проведения крупного медийного события, а также соучредителя фестиваля «Фонд по сети «Кавказ» И лично председателя Совета директоров Корпорации развития Северного Кавказа Первого заместителя министра России по делам Северного Кавказа Аддеса Байсултанова Главу Северной Осетии Вячеслава Бетарова за поддержку проекта Из некогда маленького проекта фестиваль превратился в значимое событие И для нас это праздник, потому что Владикавказ стал столицей медиафестиваля «Восхождение» В конкурсной программе было более 200 работ, которые представили участники из разных регионов Российской Федерации Конкурс прошел в 14 номинациях, включающих направления телевидения, радио, фотография, интернет В состав жюри, возглавляемого заместителем генерального директора, руководителем регионального департамента ВГТРК Рифатом Сабитовым И заместителем министра России по делам Северного Кавказа Михаилом Развожаевым Вошли известные российские медиаменеджеры и специалисты в области массовых коммуникаций В первый день медиафестиваля для его участников подготовили насыщенную культурную программу Гости побывали на экскурсиях в Куртатинском и Геналдонском ущельях Увидели средневековый погребальный комплекс «Город мертвых» Высокогорный Аланский Свято-Успенский мужской монастырь А на следующий день прошли мастер-классы для журналистов-участников конкурса, прошедших в финал Также при поддержке Минкавказа России и курортов Северного Кавказа состоялась экспертная сессия «Роль средств массовой информации в продвижении туристического потенциала Северного Кавказа» Мы поздравляем всех победителей Всероссийского фестиваля восхождения с заслуженными наградами и ждем новых встреч Вести Северный Кавказ Кабардино-Балкария На горнолыжном курорте Эльбрус ведутся работы по подготовке к зимнему сезону В настоящее время на комплексах канатных дорог при Эльбрусе ведутся регламентные работы Включающие осмотр механизмов и систем, техническое освидетельствование, обучение сотрудников На горе Эльбрус проводится реконструкция горнолыжных трасс Комплекс мер для снижения травматизма Расширен выкат на трассу мер Кругозор Протяженность трасс в нынешнем году не увеличится Однако к сезону все узкие участки будут расширены от 5 до 20 метров В рамках обеспечения безопасного катания установят свыше 200 указательных знаков Согласно маркировке трасс и сетки пассивной безопасности В связи с рекламентными работами до 30 октября Три очереди канатной дороги гондольного типа на поляне Азау функционировать не будут Но туристы и отдыхающие при Эльбрусе смогут воспользоваться услугами Маятниковой канатной дороги Эльбрус Она поднимается до станции Мир на высоту 3,5 тысячи метров Курорт Эльбрус планирует завершить все работы к 1 ноября К сезону откроется большой прокат горнолыжного снаряжения Сервисный центр по ремонту и обслуживанию горнолыжного инвентаря Магазин одежды и аксессуаров для катания на лыжах и сноуборде Готовы системы искусственного снегообразования, учебная зона для детей и начинающих лыжников и сноубордистов Который называется Саби-парк Светлана Ногоева, специально для радиожурнала «Зори Кавказа» Вести Северная Осетия С 1 по 23 октября во Владикавказе проходит 12-й международный фестиваль искусств в гостях у Ларисы Гергиевой 3 октября в рамках фестиваля открылся 5-й международный конкурс молодых вокалистов имени Павла Лисициана Который представит миру искусство новые яркие имена исполнителей В этот же день открылась фотовыставка, посвященная Елене Образцовой С показом документального фильма о выдающейся оперной певице Программу фестивальных мероприятий также дополняют вокальные мастер-классы и творческая лаборатория Дарьи Митрофановой из Санкт-Петербурга «Итальянский оперный стиль» 8 октября состоится большой вокальный праздник-гала-концерт лауреатов международного конкурса имени Лисициана Участниками нынешнего фестиваля станут самые яркие и самобытные солисты и творческие коллективы страны А завершится праздник искусства, проходящий при поддержке Министерства культуры России и правительства Северной Осетии 23 октября Концертом популярнейшего в мире итальянского саксофониста, дирижера, обладателя премии «Золотой саксофон» Федерико Мандельчи Который выступит в дуэте с одним из наиболее своеобразных инноваторских аккордеонистов международной музыкальной сцены Симоны Занкини В Северной Осетии снимут фильм о военачальнике средневековой Алании Ос Богатари Авторы идеи, Людвиг Джиоев и Заур Цугоев, рассказали, что уже несколько лет работают над сценарием для исторического фильма об Аланах Очень много споров о том, кто является Алланами, и реализация данной картины, по мнению авторов, даст ответ на многие вопросы Людвиг Джиоев и Заур Цугоев хотят познакомить зрителя с историей и культурой Аллан, которые разработали целые стратегии и тактики ведения войны По их словам, экранизация легенд из Казани позволит привить культуру и ценности подрастающему поколению не только республики, но и страны Для того, чтобы воплотить идею в жизнь, команде необходим лишь технический ресурс Пока ребятам удалось отснять двухминутный тест с постановкой одной из боевых сцен, которым они хотят привлечь внимание государственных и частных инвесторов для съемок полнометражной исторической картины Стоит отметить, что ребята учились долгое время на площадках самых рейтинговых сериалов страны Они также являются каскадерами и принимают участие в разработке боевых исторических сцен под руководством опытного постановщика трюков Алана Диамбекова, который 20 лет работал в Голливуде и участвовал в таких проектах, как «Зора», «300 спартанцев», «Пираты Карибского моря» Завтра, 8 октября, в Беслане состоится массовый праздник и торжественное открытие Республиканского ипподрома В программе концертные номера в исполнении мастеров песенного и танцевального искусства, скачки с участием лучших лошадей и жакеев страны Разыгрываются призы города Беслана, главы Республики Северная Осетия Алания Вячеслава Бетарова, двукратного олимпийского чемпиона Суслана Андиева и главный приз – Кубок Святого Георгия Зарема Джикаева для радиожурнала «Зори Кавказа» Вести Ингушетия Пять объектов культуры построят в Ингушетии в следующем году, об этом стало известно по итогам встречи главы региона с заместителем председателя правительства Российской Федерации Минусбек Евкоров обратился к Ольге Голодец с просьбой оказать содействие и включить строительство данных объектов в федеральную адресную инвестиционную программу на 2018 год Напомним, в рамках реализации федеральной целевой программы «Культура России», рассчитанной на период до конца 2018 года, в Ингушетии запланировано строительство пяти объектов культуры В их числе Дворец культуры, Русский драматический театр, Национальная библиотека в Магасе, Государственная филармония и Государственный колледж искусств в Назране Туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Екатеринбурга, Калининграда, Тольятти, Воронежа, Ставрополя и Астрахани и других регионов России посетили на днях Ингушетию В рамках круиза «Чайный экспресс» они побывали на экскурсии в Магасе и ознакомились с достопримечательностями Джайравского района, посетив Эгикал, Вовнушки, Тхаба-Ирды и курорт Армхи Напомним, круиз «Чайный эксперт» входит в тройку самых популярных программ по северокавказскому участку Великого Шелкового пути и является частью одноименного туристического объединения «Чайный экспресс» стал традиционным межрегиональным железнодорожным маршрутом по кавказскому участку древнего караванного маршрута Подсолных из Ингушетии может стать еще одним официально зарегистрированным достижением в Книге рекордов России Один из солнечных дисков, выросших на приусаденном участке Аббаса-Матиева, в диаметре достигает 49 см Конкуренцию по высоте растению из Ингушетии составляет подсолных, выращенный москвичом, зафиксировавшим российский рекорд 3,96 м Напомним, пенсионер из Ингушетии является обладателем двух российских рекордов В прошлом году на приусаденном участке Аббас-Матиев вырастил кукурузу высотой более 4 метров Одна из его груш принесла плод весом более полутора килограммов Есть и другие вполне выдающиеся растения на участке ингушского пенсионера Это морковь весом 1 кг, помидор весом 1 кг, свекла и редька, каждый почти по 5 кг весом, а также 18-килограммовая тыква Почти ежегодно дары с огорода Матиевых вывозят в Москву на главную агропромышленную выставку И вот открывшаяся сегодня на ВДНХ очередная золотая осень также может ознаменоваться очередной наградой садовода-любителя из Ингушетии Айшат Катиева специально для радиожурнала «Зори Кавказа» Вести Чеченская Республика Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вручил диплому первому выпуску студентов-теологов Российского Исламского Университета имени Кунта Хаджи Кишиева Торжественное мероприятие прошло в здании университета В качестве почетных гостей в церемонии также приняли участие муфти Чеченской Республики Салах Межиев Потомок устаза Кунта Хаджи Кишиева Сайпудин Кишиев Министр образования и науки Чеченской Республики Исмаил Байханов и другие официальные лица Рамзан Кадыров поздравил выпускников с получением дипломов Он отметил, что большое значение имеет то, что в Чеченской Республике люди имеют возможность Свободно исповедовать свою религию и получать соответствующее религиозное образование Также глава отметил, что выпускники должны применять свои знания в идеологической борьбе с врагами ислама и экстремистами, прикрывающимися исламом Он выразил надежду, что знания, полученные теологами, послужат духовному просвещению молодежи и укреплению традиционных исламских ценностей Далее Рамзан Кадыров вручил дипломы 73-м выпускникам-теологам Он также наградил за многолетний труд и религиозно-просветительскую деятельность Ректора Российского Исламского Университета Абдурахима Мутушева Почетным знаком за трудовое отличие Министерство здравоохранения Чеченской Республики подписало соглашение о сотрудничестве в области транспантологии и донорства органов С Федеральным медико-биологическим агентством России Министр здравоохранения Чеченской Республики Эльхан Сулейманов отметил, что подписание соглашения стало завершающей частью визита бригады медиков По словам министра, после подготовки юридической базы при методологической помощи коллег из Федерального медико-биологического агентства Начнутся мероприятия по организации в Республике специализированной высокотехнологической медицинской помощи по трансплантации органов и тканей, включающие обучение чеченских врачей Элиса Хасульбекова специально для радиожурнала «Зори Кавказа» Вести Дагестан Главное политическое событие уходящей недели 30 октября Владимир Путин принял отставку главы Республики Дагестан Рамазан Абдулатипова И по решению президента страны, исполняющим обязанности руководителя региона, стал Владимир Васильев Владимир Абдулевич Васильев, член Бюро Высшего Совета и Президиума Генерального Совета Всероссийской политической партии «Единая Россия», заместитель председателя Государственной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме, родился 11 августа 1949 года в городе Клин Московской области Замминистр российского хозяйства России Игорь Кузин в рамках визита в Дагестан посетил Дагестанский государственный аграрный университет Он ознакомился с работой действующих при Аграрном университете экспериментальных лабораторий по переработке молока, молочной и иной продукции По итогам осмотра отметил высокое качество производимых товаров 42 видов Конкурс «Методы приема и средства обучения русскому языку» для учителей русского языка и литературы прошел в республике Призовые места заняли учителя Нововладимирской средней общеобразовательной школы Кизлярского района Марипат Шакбураева Зиловской средней общеобразовательной школы Ботлихского района Марьям Хасиева Они награждены дипломами победителей конкурса и денежной премией 150 человек от Дагестана станут участниками 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов Который пройдет с 14 по 22 октября на базе Олимпийской деревни в Сочи Встреча руководства Министерства по делам молодежи Дагестана с будущими участниками фестиваля Прошла в Дагестанском техническом университете Исполняющий обязанности министра Магомед Курбанов сообщил Что поставлена задача на высоком уровне представить Дагестан на Всемирном форуме Сегодня в рамках 10-го международного музыкального фестиваля Порт-Петровский ассамблея В Махачкале в зале Комыгского театра концерт скрипичной музыки Вечно петь и плакать струнам Солист, лауреат международных конкурсов Максим Гуликерс, Нидерланды Республиканская детско-юношеская спортивная школа по футболу Министерства образования и науки Дагестана Получила почетную грамоту Народного собрания Республики Бедерниси Гусейнова для радиожурнала «Зори Кавказа» Радиожурнал «Зори Кавказа» Открывая квест «Битва за Кавказ» среди субъектов Российской Федерации В ходящих в Северокавказский федеральный округ Министр Чеченской Республики по делам молодежи Исаий Брагимов Отметил значимость и важность беспрецедентного подвига участников Великой Отечественной войны Во имя мира и свободы не только нашей страны, но и всего мира И пожелал удачи организаторам и участникам самого квеста Цель страйкбол-квеста – содействие в гражданско-патриотическом и духовно-нравственном воспитании граждан Российской Федерации В продолжение темы сюжет корреспондента о ГТРК «Войнах» Лайлы Наврузовой «Битва за Кавказ» под таким названием состоялся молодежно-исторический страйкбол-квест среди субъектов СКФО Турнир прошел в Грозном и в нем участвовали шесть команд, пять из которых – гости из соседних республик Руководитель Чеченского регионального отделения Всероссийского общественного движения Хусейн Бельтиев считает, что участники состязаний получат не только массу положительных эмоций, но и достойные награды В отморочном этапе будут отбираться лучшие четыре команды на финальную игру С завтрашнего дня состоится финальная игра Главный приз – кубок и ценные призы и подарки для победителей игры Суть игры, которая проходит поэтапно, заключается в командном выполнении поставленных сценарием задач с соблюдением правил Участники квеста соревнуются не только в стрельбе Им необходимо решить задачи и расшифровать коды, попутно отбиваясь от врага Здесь все, как в реальном бою, только стреляют из пневматического оружия и только пластиковыми шариками В этом бою каждый получил свою порцию адреналина и постарался выложиться для достижения положительного результата Говорит Камила Дзадзаева, участница команды Кабардино-Балкарской республики Впечатления очень классные Я не ожидала, что сначала боялась, побывав на поле боя, то мне очень понравилось Есть уверенность, что цель квеста – содействие в гражданско-патриотическом и духовно-нравственном воспитании граждан Российской Федерации будет достигнуто Ну а кроме того, ребята увезут с собой массу положительных эмоций и напутствие новых друзей 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 15 по 22 октября в Сочи Центральной площадкой форума станет главный медиа-центр Олимпийского парка Более 20 тысяч гостей примут организаторы фестиваля Тему продолжит корреспондент ГТРК Кабардино-Балкария Светлана Ногоева Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков встретился на этой неделе с участниками 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов от нашей республики Среди них учащиеся высших и средних учебных заведений, журналисты, блогеры, спортсмены, предприниматели, медики, педагоги и представители различных творческих профессий Каждый из которых прошел серьезный конкурсный отбор Как вы знаете, сочинский фестиваль начнет свою работу уже на той неделе Он соберет свыше 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира Ну а проведение фестиваля будет обеспечивать 8 тысяч волонтеров, в том числе 20 из Кабардино-Балкарии В рамках культурной программы выступит коллектив детского танцевального ансамбля «Нальцук» Главная цель фестиваля, как сказал глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков, обращаясь к участникам встречи Это консолидация мирового молодежного сообщества вокруг идей мира, дружбы и справедливости Ну и, конечно же, развития межнационального и межкультурного сотрудничества Хочу поприветствовать участников официальной делегации Всех, кому доверено представлять Кабардино-Балкарию и нашу страну На 19-м Всемирном фестивале молодежи и студентов, который, как вы знаете, состоится в городе Сочи Главная цель фестиваля – это консолидация мирового молодежного сообщества Вокруг идей мира, дружбы, справедливости, развития межнационального, межкультурного сотрудничества За всю историю фестивального движения Россия в третий раз станет хозяйкой крупнейшего международного события В области молодежного взаимодействия Для нашей страны особенно важно, вы знаете, что 2017 год – это юбилейный не только для самого фестиваля Потому что первый, как вы знаете, фестиваль проходил в 1947 году в Праге 60 лет тому назад первый раз Москва принимала, Россия принимала, в то время Советский Союз принимал Молодежный форум, который и дал, в общем-то, старт такому уровню и качеству его проведения в последующем Нынешний фестиваль объединяет более 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира Студентов, специалистов, лидеров молодежных некоммерческих организаций, журналистов, предпринимателей, спортсменов, представителей творческих профессий Уверен, сохраняя свои лучшие традиции, используя накопленный опыт, Россия вновь продемонстрирует миру, высокую культуру, организации фестиваля, радушие и гостеприимство Радиожурнал «Зори Кавказа» В Сочи завершилась 16-я Международная Олимпиада по хореографии Мероприятие со звучным названием «Красота и доброта спасут мир» собрало на Черноморском побережье различные коллективы из регионов России и стран ближнего зарубежья Ансамбль «Озорные девчата», представлявший Ингушетию, стал лауреатом фестиваля сразу в нескольких номинациях Накануне они вернулись домой, а одной из первых с педагогами и коллективом из Молгобека пообщалась корреспондент ГТРК Ингушетия Луиза Нальгиева Это ингурская лесгинка ансамбля «Озорные девчата» на 16-й Международной Олимпиаде по хореографии Сочи равнодушных никого не оставило Среди 50 участников не только из нашей страны, но и из ближнего зарубежья Наш ансамбль стал лауреатом и был награжден дипломом первой степени и золотой медалью Культурное событие хоть и прошло, но коллектив до сих пор не может нарадоваться блестящей победе О своих впечатлениях рассказала солистка ансамбля «Озорные девчата» Милана Чербижева Конечно, мы другого результата не ожидали, но все равно это было прекрасное чувство Когда ты получаешь первое место, мы так много репетировали и наконец добились того, о чем мечтали Мы очень рады Впрочем, в этом никто и не сомневался Все свое каникулярное время солистки ансамбля посвятили репетициям А художественный руководитель Тамара Тареева пожертвовала заслуженным отпуском Месяц упорного труда и продолжительные репетиции дали необходимый результат Выступление нашего коллектива было высоко оценено компетентными членами жюри И они пополнили свою копилку очередной победой Коллектив выставил на суд зрителей и жюри постановку «Ингушская лесгинка» Так как мы должны были показать нашу культуру, мы выбрали именно эту постановку В нашем коллективе такая фишка, можно сказать, что девочки танцуют на мужской лад Вот этим они взяли зрителя, потому что снять папаху в конце танца – это много чего стоит И когда жюри увидел, что это девочки, зал стоя аплодировал И при том такая бурная энергетика Дети танцевали шикарно, выложились на все 100% и мы вот получили наш результат Это событие праздновали чуть ли не всем городом воинской славы Победителям были вручены всевозможные дипломы и почетные грамоты В том числе и от главы Молгобегского района На них была возложена большая ответственность, которую они выполнили без сомнений Отмечает солистка ансамбля «Озорные девчата» Ася Дзейтова Когда мы ехали, мы знали, что мы получим первое место Потому что зачем каждодневные репетиции выкладываются на полную Если ты не получишь первое место на фестивалях Мы другого результата не ожидали Победа на 16-й международной олимпиаде по хореографии Красота и доброта спасут мир В рамках масштабного проекта для творческого и личностного развития детей и молодежи Не первое и не последнее отмечают солистки и руководитель ансамбля Эту победу «Озорные девчата» посвятили 25-летию образования Республики Ингушетия И полны решимости повторить свой успех в ходе ближайших выступлений МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Радиожурнал «Зори Кавказа» Табасаранский государственный театр 17 сезон начал премьерной постановкой «Хитрая жена» в Махачкале. Спектакль поставлен по мотивам пьесы Мольера «Жорж Данден» или «Одураченный муж», режиссером-постановщиком, заслуженным деятелем искусств Республики Калмыкия Сергеем Бурлаченко. Специально были изготовлены костюмы соответствующего века и страны. Подробности от художественного руководителя театра Джамбулата Габибова и директора Алимурада Алимурадова у корреспондента ГТРК «Дагестан» Натальи Черных, не случайно оказавшейся среди зрителей. От перевода на русский язык пьеса всемирно известного французского драматурга Мольера Жан-Батиста своего смысла не теряет. Вот уже почти 260 лет эту «Бессмертную классику» играют по всему миру. В России «Одураченный муж» или «Хитрая жена» впервые предстала зрителям в Санкт-Петербурге, а затем уже в Москве. С тех пор житейскую комедию ставят и на национальных языках. Это стопроцентное классическое произведение, к которому мы привыкли. 18 век, соответствующий костюм и манера поведения, допустим, существования на сцене. И это что-то новое для табасаранского зрителя. История о том, как крестьянин захотел стать аристократом. И вместо того, чтобы жениться на честной, доброй крестьянке, он берет в жены дочь разорившегося барона Анжелику. Казалось бы, прекрасная сделка. Однако с того дня на крестьянина Жорша Дандена обрушивается множество неприятностей. И главная из них – хитрая жена. Появился табасаранский государственный драматический театр в Дагестане 16 лет назад. За эти годы актеры сыграли более 40 спектаклей под руководством известных северокавказских режиссеров. В прошлом году театр занял первое место на республиканском фестивале «Воспевший Дагестан» со спектаклем «Зов истоков». Сегодня в нашем театре работают такие асы своего дела, которые любят свой народ, свой театр. И работают во благо нашего табасаранского народа и культуры республики Дагестан. Несмотря на творческие успехи, много лет табасаранский театр испытывает и материальные трудности. Найти выход из положения помогают немногочисленные спонсоры. Одним из них для театра является депутат Народного собрания Дагестана Марат Асланов. По случаю начала нового театрального сезона, актерам театра он вручил сертификат на вместительный микроавтобус, чтобы теперь гастролей стало больше. За результатом Табасаранского родного театра следил давно. И тот прогресс, который я видел, он был достаточно геометрический прогресс. Они росли профессионально. И те результаты, которые в последние два года показали ребята, они подтолкнули меня внутренне, что должна быть поддержка. Когда приходила во двор, в старое здание, и там лежали груды металла, а не автомобили. Мне было, каждый раз душа от этого у меня разрывалась. И когда они говорили, что не могут до зрителя доехать, не могут в горные села. Поставлен спектакль Жанна Батиста на табасаранском языке. Однако, благодаря блестящей игре актеров, смысл постановки понятен даже без переводчика. Во Владикавказе прошел финал четвертого международного фестиваля осетинского пива «Ирон Багана-2017». Всего в финале соревновались 16 мастеров, которые представили на суд не только домашнее пиво, но и блюдо традиционной осетинской кухни. Победителя методом слепой дегустации отбирала жюри. Им стала жительница Франции – джазовая певица Зарифа Кцоева. Вот уже 20 лет она готовит осетинское пиво в стране шампанского и благородных вин по бабушкиному рецепту. Солоты дрожжи она специально привозит из Осетии. Второе место на пивном фестивале заняла самая старшая из участниц Зират Тебиева. В день проведения соревнований ей исполнилось 80 лет. Она сказала, что поучаствовать в конкурсе ее заставили дочери и внучки. Вместе с ней серебро получила представительница Алагирского района Земфира Туаева. Всего же в отборочных турах фестиваля приняли участие более 300 человек не только из Северной Осетии, но и из Южной Осетии, Москвы, Нальчика, Самары, Абхазии, Турции и Франции. Пиво для осетин имеет сакральное значение. Любое торжество у осетин начиналось с молитвы старшего к Богу. Перед ним на столе три осетинских пирога, в руках чаша с осетинским пивом. В нардском эпосе создание пива приписывают центральной женской фигуре сказаний – шатане. По легенде, Урузмак увидел в лесу птичку, поклевавшую хмеля и упавшую заживо на землю. Он отнес ее домой, рассказал о случившемся жене шатане. Та приготовила сусло из очменя, заквасила его хмелем и получила густое черное пиво. В России об осетинском пиве стало известно благодаря князю Потемкину Таврическому. Попробовав божественный напиток, он был настолько очарованным, что возмечтал завести пивоварню в Санкт-Петербурге. Для этого он распорядился выписать наилучших пивоваров из Осетии. Однако осетинское пиво, сваренное в Петербурге, получилось не таким, как он пробовал в первый раз. Но князь не отступил, он даже распорядился привезти хмель и воду прямо из Осетии, считая, что дело в ингредиентах. Но пиво все равно не получалось похожим на то, что так покорило его своим вкусом. Потемкину ничего не оставалось, как отослать пивоваров обратно на родину. В чем секрет неповторимого вкуса осетинского пива, специалисты выясняют по сей день. А поклонники напитка уверены, что настоящее осетинское пиво можно сварить только в Осетии. И в каждой семье уверены, что самое вкусное пиво готовится именно у них. Получая награду, Зарифа Кцоева поблагодарила организаторов фестиваля за сохранение осетинских традиций и культуры и сказала, что варить пиво ее научила бабушка, которой уже год нет с нами. И свою победу Зарифа посвятила ей, рассказывает корреспондент ГТРК Алания Аслан Богазов. Шампанского и других изысканных вин есть самый дорогой для наших земляков во Франции напиток. Осетинское пиво рассказывает участница фестиваля Зарифа Кцоева из Парижа. У нас есть осетинская община. Мы готовим наши традиционные блюда, в том числе и три пирога, и пиво. Ингредиенты найти во Франции легко? Я обычно их отсюда привожу. Пиво варить меня научила моя бабушка. В финал конкурса мастеров пивоварения вышла еще одна хранительница осетинских традиций из дальнего зарубежья. Тая Секенаева из Турции. В отборочном этапе в Стамбуле она выиграла среди 15 участниц и приехала сравниться в мастерстве с другими финалистами. Замечательное пиво. Такое же, как традиционное. Между тем оно из Турции. В Турции сохранили вот этот рецепт, берегут и варят. Очень такой хороший, вкусный напиток. В отборочном этапе участвовало 300 пивоваров из разных городов России и стран. В итоге определились 16 финалистов. Глава республики Вячеслав Бетаров посетил финал и поблагодарил всех участников за сохранение традиций приготовления национального пива. Остинское пиво это не просто напиток для остина. Это то, с чем мы обращаемся к Всевышнему. Вместе с тремя пирогами просим у Всевышнего. Поэтому это особо значимо для каждого остина. И нельзя нам забывать ни рецептуру производства остинского пива, ни саму культуру пивоварения. В Москве, Сочи, Самаре и других городах наши земляки варят пиво и передают мастерство своим детям и внукам, как Зинаида Цамаева из Кабардино-Балкарии. Она уже третий раз участвует в конкурсе. Я очень-очень благодарен организаторам этого конкурса. Большое спасибо от всех осетинок в Кабардино-Балкарии. Участницам конкурса и зрителям подарили концерт. Песни на французском и осетинском исполнила и финалистка Зарифа Кцоева. Она певица. Тем временем жюри вынесло свое решение. Наиболее высокие оценки получили шесть пивоваров, среди которых первой стала Зарифа Кцоева. Радио-журнал «Зори Кавказа». Радио-журнал «Зори Кавказа» Радио-журнал «Зори Кавказа» Радио-журнал «Зори Кавказа» Радио-журнал «Зори Кавказа» Закон в полоте, ой, морейда, ой. Закон в полоте, ой, морейда, ой. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok